Правый руль Москва. Кейкары из Японии в наличии в Москве. Ссылка в описании. В наличии всегда несколько автомобилей класса Кейкар и не только. Так, всем доброго дня. Выставили их рядом эти две машинки. Почему? Потому что эти машины у нас на сегодняшний день продаются в самом дешевом сегменте. То, что вообще представлено Москвой. В плане того, что машины обе 17-го года. Митсуха. Такой типаж машины максимальной комплектации была выставлена. Сегодня у нас 13-я пятница. Да, такой день. Чудесный 13-я пятница. Выставлены машины были сегментом 670, 650, 640, 630, 625. Дешевле всех, кто-либо выставил в Москве 17-го года. Митсуха у нас самая дешевая. В следующей комплектации придет брутальнейший у нас вагон R с тингрейд на линзах. Мы будем делать так же, чтобы все было относительно к Хонде. Линза, значит, на линзах вагон R. На литье, значит, на литье вагон R будет такой же. Со спойлером, со спойлерами будет такой же, точно как и Хонда. И сделаем здесь на площадке у нас разгон до определенного километра в час. За какое время они наберут обе. И я вам говорю, вагон R это плевок в сторону Хонды и ценой, и содержанием, и брутальностью, и современностью. Мой коллега сделает вкратце небольшой видеообзор вам на Митсуху. Битсубиши ЕК Кастом. Вот такая у него узкая злая морда. Оптика линзованная, хромовая мордочка. Вот здесь находятся в туманках. Туманки по контуру, причем здесь тоже хром по контуру, те самые яснички. Просто снимали в складе, было довольно-таки темно. Ну, как бы темноватенько, да? На солнце все-таки вид приобретает другой. Черный глянцевый цвет, электрозеркала регулируются на летней резине, на дверях дефлектора, внизу пластиковая юбочка. Вид сзади. В стопоре приобрели новый вид, уже как бы обновленный, другой. Шильдинг ЕК Кастом. Спойлер, спойлер с повторителем. Дворник на пятой двери есть. Четыре электростеклоподъемника. Ручка хромовая. Подстаканник. И ниша есть. Темный салон с коричневой прострочкой. Центральный подлокотник. Сидушка регулируется не только вперед-назад, но и по высоте. Запуск с ключа. Регулировка ушей. Подстаканник. Это аэстоп. Ну, то, что глохнет на светофорах, скажем так. Подогрев сидений. Руль регулируется по высоте. Центральная консоль имеет 7-дюймовый монитор. Камера заднего хода подключена. Сенсорный климат-контроль. Это зарядка. Зарядка. Ниша. Верхний бардачок. Подстаканник для пассажира. Полка. Нижний бардачок. Это пульт от автозапуска. Козырьки с зеркальцем. Люстра работает. Зеркало заднего вида. Еще одно зеркальце для водителя в козырьке. Светлый потолок. Люстра сзади. Задний ряд сидений. Вот такое у него табло. Имеет тахометр. Центральный дисплей. Спидометр. Просто у меня отняли ключи. Точнее мне их не дали. Задний ряд сидений. Ковры также мягкие, шерстяные родные. Пятая дверь наверх. Напоминаю, задний диван катается целиком вперед-назад. Вот эту ниточку, так сказать, потянули. Он уехал вперед. Образует багажник. Назад. Ну и, соответственно, складывается пополам. При необходимости. Здесь у нас есть ремкомплект. Домкрат, баллонник, жижа, компрессор. Все как положено. А это багажное отделение для тех, кому оно нужно. При случае, естественно, необходимости. Подкапотное пространство ECO Custom. Это двигатель маркировки 3B20. На 49 лошадиных сил. Цепной, атмосферный, 2,9 верхний уровень масла. Еще из дополнительных замечаний. Машину обработали в Японию жидким стеклом. То есть она такая приехала. Московское лето продолжает нас радовать. Надеюсь, что дождь сейчас не ливанет. А мы продолжаем. Под звуки прекрасной болгарки. Сузуки Вагон R в обновленном новом кузове 17-го года MH55S. Что в нем такого особенного? Первое. Естественно, кузов поменял свою форму. Да, как мы наблюдаем. Двигатель остался абсолютно идентичный. Маркировки R06A. По поводу лошадей. Их по-прежнему 52. Добавился вот такой шильдик гибрид. На самом деле это не полноценный гибрид. Тот же самый двигатель внутреннего сгорания. Маркировки R06A. Еще раз повторю, это очень важно. Здесь изменилась только, помимо внешней составляющей, сама вспомогательная, так называемая, бла-бла гибридная установка. То есть, по идее, по идее, это батарейка, которая умеет подзаряжаться от работы автомобиля. Накатом, от тормозов и так далее. Подзаряжается и берет на себя определенные функции. Разгружая генератор, тем самым она может экономить топливо автомобиля. Но обновленная версия умеет не только брать на себя питание бортовое, скажем так, но и добавлять мощности данному автомобилю. Если выразиться простым языком, автомобиль стал шустрее. Ну как шустрее? Механик вон бегает уже, орет от радости, что наконец-то Хонде кто-то придумал конкурента. Ну и самое главное, что этого конкурента придумали в его любимчике, Сузуки Вагонер непосредственно. Среди кейкаров это довольно-таки серьезный переворот. Данный автомобиль у нас в коричневом цвете, на летней резине, квадратные фары такие в уголку оптики. Есть квадратный поворотник, интересная такая, я бы даже не знаю, что это сказать-то. Решетка радиатора с хромовым кантом. Повторители поворотников в крыльях. Электрозеркала. Кнопка безключевого доступа на ручки есть. Вот так интересно выглядит, между прочим, задняя часть, да? Такого дизайна нет ни у одного кейкара. Ну как бы не было, скажем так, да, до этого поколения. Оригинальная задняя оптика. Ну тут все в лучших традициях. И хромовый кант, и всякие светодиодики, и все это дело необычно. Эта камера торчит заднего хода. Вот она. Причем оригинальная корозерия Пионер. Кнопочка безключевого доступа на пятой дверь также есть. Дворник и повторитель стоп-сигнала. Пимпочка это омывайка. Антенна торчит. Иллюминатор у нас вот такой вот оригинальный, интересный. Итак, внешние данные мы рассмотрели. Давайте заглянем в салон. Водительская дверь у нас расположила в себе 4 электростеклоподъемника. Регулировку зеркал, складывание. Ниша, подстаканник. Кстати, сразу пока не забыл по поводу аудиосистемы. Она стоит ни заводская, ни родная, прокачанная и крутая. 4 динамика по кругу. Видимо, ее заменили, потому что звук довольно-таки очень качественный. Накидочки. Производителя так я, кстати, так и не нашел. Вообще сиденье вот оно светлое. Боковая поддержка на сидушке есть. Центральный подлокотник. Вот так со стороны выглядит центральная консоль или вообще консоль, панель, передняя торпеда. Как угодно назовите. Я бы так сказал, приборная панель, табло, пульт ТВМ, блин. По правую сторону кнопка без ключевого доступа. Она же запуск двигателя. Подстаканник для водителя. Ниже у нас регулировка проекции. Мы сейчас ее увидим. Это вот такое окошечко. Оно открывает, туда вылазит проекция. Грубо говоря, скорость наблюдать. Датчик при столкновении. Ай-стоп. Кнопка датчика ухода с полосы. Анти-юз. Корректор фар. Это шторки, знаете, зачем нужны. Капот у нас открывается вот здесь. Рядом с педалями, скажем так. А вот ключок бензобака справа от водительского сидения. Очень необычно. Интересно. Но в некоторых моделях мы уже такое встречали. И вот мы уже внутри. Давайте рассмотрим, наверное, консоль более подробно. В деталях, так скажем. Начнем с... Ну, по поводу пассажирской соседней двери. Это все понятно. Электростеклоподъемник, светлый пластик. Там же место под бутылочку. И вот этот прямом угольничек. Это подушка безопасности. Значит, дуйки у нас расположены, так скажем, в торце торпеды. Именно торпеды, а не торпедо. Чтобы дуло непосредственно прям в глаза. Очень удобно, на самом деле. Очень интересная, оригинальная вообще структура торпеды, я бы сказал. Потому что она как будто выполнена из, наверное, трех частей. Верхняя часть, вот этот некий центр. Как будто здесь такие блоки, которые подключили к данному летающему аппарату. Соответственно, у нас есть вот такой вот выступ. Здесь у нас дуйки спрятаны, да, так же. Но не как спрятаны, то есть расположены, да. Здесь так же для водителя. Чтобы было удобно направлять на себя, куда тебе хочешь дуй. Хочешь на живот, грубо говоря, хочешь в рот. Как хочешь, в общем. Так же интересная полочка. Она, по идее, под 90 градусов. И довольно-таки большая. Здесь это какой-то симбиоз между полкой и столиком. В общем-то, здесь можно расположить прям-таки, стоя напиток, планшет. Даже на нем, по идее, можно поесть. То есть довольно-таки большое место занимает этот самый столик, да. Столик, полка, подлокотник. Я не знаю, как угодно это можно назвать. Ну, честно говоря, в реальной жизни это очень удобно. Вот подстаканник также для пассажира есть. Чуть ниже, соответственно, бардачок. Это у нас вывод под флешки, аукс и подключить еще что-нибудь можно. В общем, все дела. Крючочек у нас, да, фирменный сохранился. Никуда я его не делю. Здесь, кстати, даже так аккуратненько. Я бы даже сказал, что-то такое в ретро-стили, что ли. Но так мне показалось, во всяком случае. У нас расположен климат-контроль. Все кнопочки привычные, но дизайн, мне кажется, интересный. Соответственно, рычаг переключения передач. Здесь сбоку у нас есть некий спорт-режим. Shift-Lock также сохранился. Чуть правее КПП у нас есть вот такое углубление, щель. Я не знаю, как это назвать. По-моему, именно щель. Написано даже карты, типа под визитную карточку. Здесь еще такое продолжение столика. Можно и так... Кстати, это очень удобно будет стоять телефон. На самом деле, удобно. Прямо поставил вот так вот телефон, и тебе благополучно твой телефон закрывает руль. Поэтому я считаю, это очень здорово. И вот так вот дуочку еще настроить. Вот так вот дуочку еще настроить, потому что в телефон дуло. Центральная консоль, также еще будто бы к ней подключен некий блок, или стоит такой мини-телевизор. Интересный такой выступ. Смотрится очень оригинально. Он себе совместил кнопку-аварийку, так скажем, да. 7-дюймовый монитор. Это мультимедиа-система от Pioner, Karaziri. С, напомню, очень хорошим аудиозвуком и нестандартными колонками. То есть, видимо, аудио в Японии заменили на более-более-более качественное. Наблюдая выше нашего монитора, мы видим приборную панель с тахометром, спидометром, дополнительным окном, так скажем, это информационная панель. Она находится посередине. Что-то напоминающее дизайн Daihatsu Tanto. Первый, так скажем, первый дизайн, который я увидел, с таким вот углублением в торпеде посередине, по центру автомобиля. Это был Daihatsu Tanto у меня просто. Она как тоннель уходит внутрь торпеды, а сверху ее будто покрывает крыша. То есть, видите, как бы тут такое дизайнерское интересное решение в виде какого-то, я не знаю, покрывала. И мы упираемся еще в такую интересную штучку. Это тот самый дисплей или проекция. Кстати, за ней спрятан датчик света. А вот это вот, это пищалки. То есть, дополнительные пищалки к аудиосистеме. Я еще ничего не мерил. Я пока не знаю точно, для чего более было бы удобно использовать вот эту вот полку или углубление, или что-то такое типа под книгу, под планшет. Не знаю, может они там по карте катаются. В общем, для чего-то здесь есть еще вот такая интересная полочка. Для чего эта полка? Напишите свои комментарии, потому что мне как бы интересно узнать ваше мнение, куда бы вы или как бы вы применили ее, например, в своей жизни. Я пробовал положить сюда телефон, он бликует, потому что на него падает свет, он лежит совсем ровно. То есть, он получается ложится так, и мониторы его бликуют. А ваше предоположение напишите в комментариях. Спасибо. Значит, здесь торчат платные дороги, и, соответственно, можно оттуда бесследно удалить при желании. Но у владельца, поэтому мы пока ничего не трогаем. Как был, так было. Плюс она очень прикольно разговаривает. Всем нравится. Интересная опция, которая есть в данной комплектации, это подогрев водительского сидения, который спрятался вот здесь, рядом с прикуривателем. Только это уже не прикуриватель, а розетка. Взглянем одним глазком наверх. Есть у нас солнцезащитные козырьки, люстра. Здесь, соответственно, у нас есть солнцезащитный козырек с зеркальцем. Светлый потолок. Люстра сзади также есть. И светлый салон сзади. Сидушки мы отодвинем назад. В общем, заднюю часть посмотрим. Прямо сейчас, как говорится, не отходя от козы, причем бы и нет. Задняя часть автомобиля. Пассажирская дверь сзади открывается на, ну, почти на 90 градусов. Это, конечно, не 90 градусов, но, тем не менее, открывается довольно-таки широко. Электростеклоподъемником оснащена. Ручка есть. Интересные полосы. Кстати говоря, полосочки вот эти вот очень похожи на Honda Slash. Такие, типа, отчиска, да, на дизайн. Отсылка или пасхалочка. Ниша есть, под бутылочку есть. И интересная оригинальная тема. Это место под зонтик. Некий закос под Rolls-Royce. Только у Rolls-Royce зонтик выдвигается фирменный, да, в двери. А здесь можно положить свой. Там, соответственно, есть дренаж, куда вытекает вода. А, вот здесь даже вот написано. Все, что место под зонтик. Ну, соответственно, аналогичная ситуация с другой стороны. Салон здесь светлый. Диван толстый. Толстый, довольно мягкий. Лохматые родные ковры есть. Подголовники. Давайте, наверное, присядем на минуточку. Оп. Да, вместимость или вместительность лимузина по-прежнему имеет место быть. Здесь кармашек. Так, подлокотник. Вот так выглядит передняя часть автомобиля. Глазами сзади. Сузуки вагон R, например, в предыдущем кузове, ну, допустим, MH34S или MH44S, у них есть такая форма, помните, я говорил, что это типа трапеции, да. Спереди крыша идет на сужение вниз, а сзади, по идее, она расширяется в высоту, чтобы задним пассажирам было еще более комфортно. Здесь получается примерно такая, примерно такая же структура, только спереди трапеция начинается попозже. То есть, смотрите, сама крыша, она более ровная, да, остается, опять-таки, вот этот вот наклон, да, я вот специально утрирую, чтобы понимать, куда идет наклон. Вот, то есть, наклон вот этот вот остается прежний, то есть, он есть, но он более, он меньше, то есть, у нее по высоте ее приподняли переднюю часть. То есть, у нее наклон начинается где-то здесь, вот на этой части стойки. Вот он. Ну, вот, видите, где козырьки, то есть, наклон начинается тут. Соответственно, крышу приподняли, вывод по поводу пространства сзади в обновленном или новом созвуке вагон R. Место стало еще больше, потому что крышу то ли приподняли повыше, то ли как-то здесь что-то с ней сделали, что места здесь стало больше. По сравнению с предыдущей версией вагона R, по сравнению с, например, Daihatsu Move. То есть, здесь как-то место поболее, поболее. Ну, как, насколько поболее, может быть, сантиметра на 2, на 3, но повыше, да? Так как у автомобиля без ключевой доступ, ключ выглядит вот так, причем даже форма ключа у него другая. Итак, давайте заведем автомобиль, посмотрим на панель. Как там все светится. Итак, по левую сторону тахометр, по центру спидометр, по правую сторону табло. Ах, уже вы... Так, все, надо выезжать, я понял. Так, маленечко поменяли локацию, проще показать. Вот такой вот лючок открывается автоматически при запуске автомобиля. Выдвигается вот такое вот стекло, скажем так. И, глядя в него, мы видим определенные показания. В данный момент это спидометр. Возвращаемся к кнопочкам. Предположим, вы высокий человек, вы присаживаетесь в машину, и у вас вот эти самые буковки находятся, например, на уровне вот таком. Ну, высокий, в общем. Раз, мы делаем вот так. Регулируем подваз, то есть опускаем вот этими стрелочками. Регулируем там, где будет у нас отображаться информация с табло. То есть под свой рост. А мы тем временем продолжим. Соответственно, климат-контроль и есть климат-контроль. Хоть хотите, будет охлаждать, хотите, будет нагревать. Соответственно, кондиционер-печка, скажем так, только в автоматическом режиме. Ну, обогрев заднего стекла, обдув переднего и так далее. Все по стандарту. Обыкновенный климат-контроль. 7-дюймовый монитор от фирмы Pioner Karaziri. Что он делает или какое его преимущество в первую очередь? Это, наверное, камера заднего хода. То есть можно переключить и посмотреть. Паркинг. Мы можем эту магнитолу открыть. Ну, во-первых, настроить угол, да? Выше, ниже. Вот она регулируется, чтобы вам было удобно. Соответственно, открыть и воткнуть туда диск. Если нужны флешки, то вывод мы уже рассматривали. Вот он есть. Или подключить, допустим, мобильный телефон, да? Значит, треугольные иллюминаторы также сохранились, да? Они есть. Обдуваются. То есть ничего не замерзнет. Датчики. Датчики стоят на лобовом стекле под крышей, да? Там это то самое предстолкновение, уход с полосы. Когда мы глушим автомобиль, табло уезжает самостоятельно и прикрывается крышечкой. Итак, трансформация заднего ряда сидений. Во-первых, сидушки катаются вперед-назад по принципу 50 на 50. Так же и складываются. Причем складываются и фиксируются. И здесь образуется буквально ровная площадка. Не ровный пол, но ровная площадка. Давайте сразу мы разложим и вторую половинку, чтобы нам было более наглядно. Заодно откроем пятую дверь. Интересная, я имею в виду такую интересную конструкцию. Необычную. Лечок бензобака тоже железный. Между прочим, пластиковых элементов не добавили в вагону R. Соответственно, берем, двигаем вперед до конца вторую половинку. Складываем, она падает и фиксируется. Это тоже очень немаловажно. И образует ровную площадку. Не ровный пол, но площадка ровная. Что, между прочим, очень немаловажно. На заднем ряду сидений также есть крепление изофикс. И вот такие крючочки. Для чего складывается, я думаю, мы все понимаем. Практичное решение для повседнева. Ну, в смысле для повседнева. Мы же каждый день перевозим что-нибудь там, крупный габарит. Также есть у нас вот такая ниша. Еще одна отсылка на Хонду. Здесь появилось вот такое пространство. У Хонды там есть тазик пластиковый. Ну, соответственно, ремкомплекты. Компрессор, домкрат, петля, баллонник. Это жижа. То есть ремкомплект по бокам и дополнительно нишу оставили. То есть, в принципе, эта вот ниша, кстати говоря, очень удобная вещь. В чем здесь пошла мулька? В плане того, что, смотрите, Здесь убрана имитация вот этих вот скоростей. Псевдо-бла-бла скоростей, да, там, переключений. Обязательно будет у нас, обязательно сравнение будет Хонды Кастом и Кастом Вагон Р. Оба компрессорные будут обычные, не только... Атмосферные. Ой, господи. Да с этим Моссдессы. Атмосферные. Атмосферные двигателя будут просто. Мы обязательно приведем вам сравнение. Обязательно покажем, и что я хочу, чем похвастаться. Значит, в чем появилась эластичность, мягкость, переключение всего остального. Поставили проставочные бамферы. Вот они, проставочные бамферы на сцеплении у вас стоят. Смягчилось у вас включение скоростей и всего остального. То есть, помните, наверное, кто сейчас на вагонах Хэр катается, или на Спасе, на Сузуки, при переключении с паркинга на заднюю, либо на это у вас как бы небольшой рывок, да? Вы чувствовали, ощущали такое вот. Проставочки пошли бамферов у них. Это заводские бамферы пошли. Вот они, мне показывали. Вот они, проставочные бамфера. Не надо мне там сейчас советы какие-то давать, что это резинка там. Я даже не хочу услыхать произносить. То есть, это проставочный бамфер именно для процесса сцепления коробки. Для более мягкого включения. Теперь, гибридная система в совокупе стала работать еще раз лучше. То есть, это большой был минус в вагоне Хэр, в плане того, что совокупность работы коробки с двигателем была. Была, была, ну, небольшие вещи были. Хотя вот этот двигатель, я повторюсь, в тысячный раз, признан лучшим двигателем. Не хондовский. Вот этот двигатель признан лучшим в Японии. Лучшим двигателем. Эта машина произвела на меня колоссальные, конечно, впечатления, в плане чего динамики я не ожидал. Я думал, я повторюсь, что вагон Р все-таки ушел от нас. То есть, побеждает Хонда. Вот эта машина побьет по динамике Хонду. Мы засечем, мы поставим по разгону, по достижении максимальной скорости сравним обе машины, и вы увидите, что вагон Р победит. Что касаемо клиренса. Эта машина, давайте по свету встанем. Эта машина бьет все рекорды. Все рекорды, которые спрашиваете, хотите, требуете вы. Самый высокий клиренс. Это у вагон Р. Был, есть и будет. Он составляет, даже по нижней, самая нижняя точка у нас, это передняя юбка. Сейчас хожу за рулеткой. 20 сантиметров. Газель нужна, губы нет. 20 сантиметров. Подожди. 20. Что, газель нужна? Стой, стой, стой. Ну, короче, 20 сантиметров вот уперли, нижней точек больше нет. Боковой. Боковой. 21 до ребра. Ну, тут есть... До ребра, говорю. До ребра. Пускай 20. Ну, подожди, у тебя попорог 18. Задняя часть. Слушай, 30, 29, 28. 28, да. Ну, что может быть? Давайте подойдем к газели. К газели? Да. Не, ну надо кроссоверу подходить. Не, давайте к газели. Давайте подойдем к шестому, к седьмому. 30, а вон губа. 20. Дит, подожди, 18. 18. 18, подожди, стой. Вот, по губе. Ну, короче, от 18 до 20. Тут еще, смотря, где замерить. Опять мало. Опять не так. Еще выше надо. Что же выше? Самое интересное, куда выше? Клиренс одинаковый, колеса разные. Ну, в два раза можно сказать, что в два раза. Клиренс, как у обычных машин. Это как обычная машина. Вы говорите, низко, она как обычная машина. Вот, Хайли, Хонду, а сейчас Хонду с вами продаете. Я и буду, я и буду хаять Хонды. До последнего я буду хаять Хонды. Хонды, это машины не для всех. Не нужно смотреть в сторону Хонды. Ребята, вы поймите, она машина для каких-то немножко избранных кругов, для каких-то других людей. Она вообще для своего мира. Поймите, Хонды, это машина, это вообще образ жизни. Хонды, это образ жизни. Понимаете? Люди не смотрят на ее расходники. Если вы смотрите машину, та, которая должна служить вам верой и правдой, не тянуть карман, не тянуть ни с чего у вас, быть мягкой, теплой, динамичной, экономной, это вот, это классификация вот вагонов R. Мы всегда это говорили, в любом это видео. И я не переобуз, как многие сказали, что там, я говорил одно, говорю другое, я буду всегда срать на Хонду. Прямо с большой, большой кучей. Почему? Потому что все продавцы, которые их продают, они ничего как говорят, это самый динамичный, это самая динамичный, это самый офигенный, это самый хороший. Да кто из них их разбирал? Кто из них хотя бы знает цены на них вообще? Что-либо. Никто. Ни один. Никто и ни один. Это машина, которая, когда приходит машина к нам на обслуживание Хонда, у меня мурашки сразу по делу, потому что там руки надо скручивать под винт, там ключи специальные, там все, там все выкручено, там все вывершенное, понимаете? Да, да, она более динамичная, да, но чтобы ссаться от нее, потому что это про Хонда, нет, ребят, ссаться вы будете, в дальнейшем. Хонда, да, ее нужно, да, она брутальная, да, она бандитка, да, она хулиганка, да, она вообще, то есть сама по себе, но не для всех, ее не надо брать в село, не нужна Хонда в село, тем более турбовая, поймите, это совсем другая машина, она требует другого внимания, ко мне люди приезжают, вот вчера был человек, сегодня у нас пятница, да, сегодня пятница, тринадцатая, вчера был человек говорит, у меня пробег 7 тысяч, а можно я еще поезжу пару тысяч, да ездите вы хоть 15 тысяч, не меняйте масло, вы не мне говорите, вы ей говорите, вы зачем берете Хонду, пытайтесь мне звонить и говорить, можно я еще, я не Хонда, вы капот откройте, и ей говорите, выдержит она или нет, не надо, Хонда требует своего подхода, свое масло, все свое, Хонда нет аналогов по маслу в коробку, нет аналогов по маслу в двигателе, нету, это индивидуальная машина, вот машина, которая нужна просто народу, это на сто тысяч меньше, чем любая Хонда, на сто тысяч меньше, мы возили вагоны, эти машины просто ходят 300+, и ходят по сей день, и мы видим их, и мы их обслуживаем, я вижу, как машина меняется в лучшую, худшую сторону, я вижу их, это живой пример, это та машина, которая будет членом вашей семьи, не геморрой, простите меня, а членом вашей семьи, вот, а в Хонду надо влюбиться, Хонду нужно настолько любить, чтобы ее покупать, да, она красива, да, она элегантна, да, она диковита, но за это придется платить, все, я вам подниму ее, посмотрите внизу, днище, оцените, скажите, напишите в комментариях, спросите, позвоните, напишите по WhatsApp, на любые вопросы отвечу, мы теперь, знаете, как в конце каждого видео, наверное, будем такой подводить, маленький ток, вот уже мы вам показали, вот уже мы вам его сняли, вот мы вам уже показали, днище, вы знаете, как просто итог такой, что, стереотип сложился у людей, такой, что, понимаете, вот, у нас недавно совсем был покупатель, мужчина, ну, не будем говорить, откуда, учитель, не просто учитель, а директор школ, директор школ, непосредственно человек приехал, я надеюсь, что он смотрит наши видео, а он явно смотрит наши видео, потому что он является нашим подписчикам, я надеюсь, он является нашим подписчиком, директор школы, да, да, директор школы смотрит наш постоянно, и вот, приехал он непосредственно за Хондой, забирать Хонды, вы знаете, мы его отговорили о покупке Хонды, почему, ну, просто отговорили, этот человек не нужна, наверное, понимаете, вот поэтому я хочу донести до вас, да, может быть, у кого-то сложный стереотип, что Хонды какая-то и дорогая, неимоверная, да, понимаете, просто и каждый Кейкар в определенный, ну, каждого Кейкара своя, ну, свой путь, скажем так, как у путь самураи, да, скажем, вот, понимаете, вот, если вы простой человек, то есть, вот, нет у вас вот таких понтов московских и всего остального, может, и московские, я не знаю, там каких-нибудь, вот, ну, самое главное, что вы простой человек, и можете считать деньги, да, то есть, уже научились считать деньги, пользоваться, да, предметом под названием голова, то вот эти, вот эта классификация Кейкаров, она именно, да, классификация машин, которая нужна народу, не надо смотреть в сторону Хонды, не нужно, понимаете, я не понимаю этих людей, которые просто живут, ну, в селах, либо где-то, и покупают машины, Хонды, да, у нас турбовые, я не могу понять зачем, вот, для меня эта покупка непонятна, вот, я смотрю, ну, хотят, вот, люди хотят, ну, позволяют бюджет, они, вот, мы хотим, Хонду турбовую, ну, пожалуйста, хотите, вот, пожалуйста, вам Хонду турбовую, все, берите, я просто спрашиваю, вот, кто, ну, простые люди, просто, все, абсолютно, обычная семья, занимается, там, хозяйством своей, домашним, там, скотом, там, скотиной занимается, вернее, то есть, я так и не понял, зачем она нужна, вот этот, для чего, понимаете, Хонда это мажор, Хонда это мажор, городской мажор, это машина для молодых, это машина, блин, она хулиганка, понимаете, это такая машина, в плане того, что, ну, выпендрежная, я так и не понял, не понял, не понимая, таких людей, которые смотрят, на Хонду, целенаправленно, если ездить по горам, это не для этого машины, у нее не заклеился, она совсем другая, не другая ходовая, она для других целей, Хонда это пуля, но пуля по асфальтированному покрытию, понимаете, по асфальту, никак не по горной местности, если вы хотите, просто, чтобы машина была, как бы, экономична, надежна, проста, гениальна и удобна, это вот классификация таких кикаров, вагоны, рнецуха, спаси, она удобна, она практична, она надежна, то есть, эти машины, которые уже у нас, на слуху, на виду, на глазу, в нашем техобслуживании, более трех и четырех лет, то есть, на них у нас все есть, не то, что, вот, как бы, есть, просто эти машины, себя зарекомендовали, а тем более, сейчас, вот этот вагон R, он вообще, на меня, такое впечатление, да, произвел, то есть, я не ожидал от него, такой брутальности, в плане того, что такой динамичности, я не ожидал, что вагон R добьется, таких результатов, да, вот, придет следующий вагон R, брутальный, на линзе, с обвесами, с полерами, со всей ерундой, вот, как вы любите, там, да, фух, вот, на нем мы будем делать заезды, Honda поставим, поставим его, и проверим, я вам докажу, что та машина вагона, он, во много живее, шустрее, с ним, поработали инженера, его довели, то, что не хватало, доработали, то, что не хватало, сделали, это совсем другая машина, это не тот вагон R, что был, совсем не тот, абсолютно не тот, мне нравится, что японцы не стоят на месте, они, да, думают головой, доработают, дорабатывают руками, создают дальше, двигаются, правильно, именно в нужном направлении, они убирают ошибки, дорабатывают кейкары, четко, правильно, грамотно, целенаправленно, те ошибки, которые надо было бы убрать, вот это мне нравится, то есть, мы все прекрасно знаем, что купив советскую машину, надо поменять на ней сцепление, потому что нога отвалится от этого настоящего заводского сцепления, мы должны поставить немецкое, так вот, эти машины именно дорабатываются на отзывах людей, вот это мне, вот их концерн, вообще в японском нравится, то есть машины доделываются до конца, с вагоной МР натворили чудеса, машина совсем другая, не навязываю, не вязываю, многие нам сейчас скажут, расхваливают, нахваливают, нет, просили про вагон МР, я рассказал вам своими словами, сказал именно своими словами, свое мнение, свое мнение, да, я сказал, я не пытаюсь кому-то что-то там навязать, потому что у нас там, ну, просто безумное количество, безумное количество такое, я не знаю, такое че, что, знаете, вот, блин, народ, рекомендации YouTube, залетели в дурдом, ну, я не знаю, куда они залетели, так же, что мы там, вот, везде, в плане того, что, ну, советников просто, и неправильно продаете, неправильно цены пишете, неправильно вообще цены не говорите, неправильно аукционики, показываем аукционики, они неправильные, не показываем, потому что не показываете, то есть, вот, абсолютно мы делаем все не так, вот, это просто такое количество людей, я не знаю, по-моему, все советники, да, вот, собрались именно на нашем канале, ну, пускай, я считаю, что это самые такие вот люди, которые, вот, ну, не удались они, не на работе может быть не получается у них что-то в жизни не получается может быть с бизнесом не получается может быть еще вот я не знаю они пытаются каким-то образом где-то кому-то там насрать ну что сделаешь да они говорят там могут ужасно я просто дал читать минура сочетаем и приводит все это в восторг что анатолию надо отдохнуть да мне реально атакует надо потому что у меня не сильно меня кукушка течет не отработала так течет от того вот этот безграмотности люди то что зачем вы все это пишите доставьте вы все это в себе оставьте вы себе пусть вас как бочку с дрожжами разнесет в разные стороны и все даже это красивее бы салютом взорветесь хотя бы так зачем это все писать вот это выносить это все вы поймите нормальные люди адекватные приезжают сюда не смеются над этими комментариями понимаете смеются я не пытаюсь ни в коем случае не пытаясь показать себя умнее всех нет понимаете самое главное вы знаете какой самый ценный доктор да это у кого большая практика практика понимаете вот я стараюсь до вас донести мне люди звонят узнают почему именно из практики вот вы разбирали вы знаете вот есть и модели в которой я не залазил вот допустим хастер на вот не то что не хастер хайджет я не полезу никогда в него я считаю что это вот этот урод из уродов они машины вот nv100 клипера это все это просто это ошибка эта ошибка просто гениально конструктивная ошибка машин этих понимаете даже тот же хайджет они умудрились да вот обосрать дно это мое мнение да но он может быть гениально хорош там в японии но не у нас и люди приобретающие машины как вот хайджет nv100 клипера это громадная ошибка в ихней жизни вы понимаете они все до единого кто посмотрит мои видео они меня вспомнят а кто уже эксплуатирует их больше года не скажет что я прав эта машина она непонятно для чего то есть ну непонятно она не для груза не для скорости не для экономичности не для чего то есть абсолютно в ней единственная ценная вещь единственная ценная вещь одна эта коробка автомат и все больше ничего вот сейчас мы с коллегой досыпились так что вообще прям тут лопатами друг друга били вот вот он мне говорит зачем ты вот говоришь что хаслер это говно и я прям вслух говорит да вот хаслер это говно понимаете он урод вы понимаете я не могу понять это база одна база сузуки мука спаси вагон р это все база сузуки но почему-то на вагон р коробка стоит от 6 до 10 тысяч бушная почему-то на хаслера стоит она 25 30 тысяч я не могу понять почему хаслер такой я не могу понять почему его при езде козлит я не понимаю почему у него выпученные глаза как урак у него отсутствие какого-либо дизайн сбоку нормально вроде сзади нормально где его эксплуатируют я не могу понять как это мини хаммер да это не хаммер вы поймите это не хаммер вы вообще слышите себя да вот хаммер 07 не может быть хаммер может быть 77 07 понимаете вы как не можете понять что в какие горы вот недавно вышло видео там правда приморье там выкладывает там это мини джип вы не представляете он просто лезет он там куда никуда он не лезет кроме одного места никуда эта машина я не это ошибка это ошибка понимаете это маркетинговый ход вам просто сделали игрушку с высоким клиренсом которого козлит из-за того что не очень высокий клиренс мне от коллега говорит зачем ты так говоришь потому что база одна suzuki вагон р мог а значит и его гонера козлит нет у него другие пружины и другие стойки у него все другой понимаете другие пружины другие стойки у него высокий громадный клиренс из-за этого указ лид как баран и у просто козлит кто ездил на мини до джипов знаю кто-то ездил там на кексах на поджерики на мини их всех козлит просто просто козлит переезжай поперечку жопу закидывай так вот это это хамер хайджет фу блин хасли хасли я уже запутался я считаю что это блин вот спрашивают их люди да уйдите вот этой идеи это не внедорожник это не джип это ничего это просто маркетинговая игрушка которую вам сделали вы клиренс показали что это вот что-то подобие чего-то даже надпись задняя сделана как логотип на такая такие буквы как от хаммер но это не хаммер не мини хаммер понимаете это вагон р с высоким клиренсом и с безумными ценами на все хотя база одна потому что крепление на подушке двигателя одно крепление на коробке подушки другое вот поэтому соответственно цена вот и все на самом деле вы посмотрите ему в глаза вот скажем так посмотрите этой машине в глаза ну так очень что им кто-то в жопу въехал глаза вылезли ну серьезно ну лишь такой вид дал правда ну как выпученные глаза не ужасно ну я наверно попрощаюсь с вами потому что дальше как бы я все что хотел сказал вам обо всем рассказал не примите там что-то за оскорбление хондоводовцы до что я как бы вас немножко там унизил но я все равно буду до последнего что honda это хорошая машина это идеальная машина но по технической части она идеальна я считаю непревзойденный мотор это хода но вот честно конструктор который создавал этот кейкар хонду я бы в лицо плюнул я не знаю он по видео в страшном сне придумывать и болты что ли который ставил на нее все на нее мудреное понимаете до мотору honda самый лучший вот только вот за это хонди можно простить но не более чем до свидания наелся мужик дорогие сахара где переходит бродит